Дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Улыбка искренняя. Товарищу Трампу объявили импичмент. Поздравляю с ещё одним очередным достижением великим на внешнеполитических фронтах и аренах баталий. Всё, был да всплыл товарищ Трамп. В общем, сейчас теперь это Конгресс США объявил. Теперь Сенат США будет рассматривать импичмент Трампу. Ну всё, он мёртв как президент. Он там, конечно, орёт, что он сам назвал голосование в Палате Предстоителей за его отстранение от должности президента США политическим самоубийством Демократической партии. Ну а что ему остаётся? Сидит, обтекает, крякает. Он третий президент в истории США после Эндрю Джонсона 1868 год и Билла Клинтона 1998 год, за импичмент которого проголосовала Палата Представителей. Но тогда и рассматривался импичмент, но их не импичнули. Никсона тоже собирались импичнуть, но он сам ушёл в отставку. Ну из-за этого скандальчика, по-моему, в Отергейске. А вот Трампу капец. Политическим самоубийством. Ну что ж, о чём, ну кажется, что это далеко за океаном, и нам до этого дела нет. Нет, друзья. Дело нам как раз самое прямое есть. Рассказываю о последствиях. Теперь падёт Венесуэла, режим Мадуро падёт. Очень скоро. Трамп сдерживала своих ястребов, когда они собирались протестующим помогать, изгонять наёмников российских и китайских. Там китайцы тоже есть, конечно. Россия вложила в Венесуэлу около 19 миллиардов долларов, а Китай 190. Ну не в Венесуэлу, а в карманы этим варью этому ежу, понятно. В общем, друзья, что я хочу сказать. Очень большие перемены грядут. Теперь усилится, значительно усилится давление США в Украине. Будет изменена внешнеполитическая картина. Но процесс выхода Турции из НАТО уже практически необратим, дорогие мои друзья. Это очевидно. К слову, да, напомню, что после того, как Трамп заявил, что он будет воевать, Турция будет воевать с российскими наёмниками в Ливии, то есть фактически агрессию объявил, президент Путин продал ему ещё одну порцию великолепных систем ПВОС-400. Нормально вооружать своих врагов, которые говорят, что будут русских убивать. Нормально? Вы вот это говорите тем, у кого мозги загажены, Путин ТВ, пожалуйста, говорите вот это. Пусть люди думают, думают, начинают думать. Что ж, друзья, это, конечно, день светлый, это праздник, и, честно, я доволен. Уж очень он мерзкий, этот Трамп был. Но я не по внешнему виду сужу. Это яркий представитель монетарного фашизма, и, кроме того, это представитель одной группы лиц с распределением ролей по предварительному сговору, как говорят юристы. Это человек непростой был. Ну, то есть, все. Там, да, сейчас Сенат, конечно, будет бодаться, и все. Трампа никто никогда не переизберет на второй срок. Это исключено. И все. Он политический труп – это Дональд Трамп. Ну, и, соответственно, те, кто возлагал на него надежды и его поддерживал. И, вы знаете, у меня такое ощущение, да, что, возможно, планы у них сорваны. Я этому рад. Потому что эта группа лиц действует и здесь, у нас. Ну, да ладно, друзья. Если вы захотите поддержать мою деятельность, данные вы найдете в описании к этому ролику. Да, пожалуйста, поддержите меня по возможности. Я собираюсь поехать в Питер, ибо видел я сон. Я видел сон, я стою в помещении. Ночь, раннее утро, еще солнце не взошло. И вокруг меня очень-очень много людей. И все эти люди – друзья. И мы выходим на улицу, и каждый человек берет, зажигает факел и идет. В разные стороны идут люди. Поэтому мне надо ездить по другим городам, общаться с людьми. И я буду давать курсы, ускоренные курсы журналистского дела. И поддерживать, развивать блогеров, которые захотят говорить правду. Таких, как прекрасный Олег Бурылов, который сейчас в Диоксиново, в палаточном лагере ШИС-2 под Казанью борется против мусора. Олег Бурылов сам приехал ко мне в Казань, когда я был в Казани, из Перми. Я ему дал ускоренно несколько лекций, поддержал его развитие. И сейчас у него почти 10 тысяч подписчиков. У него канал называется «Голос правды». Заходите, друзья, и подписывайтесь. Еще я прошу всех, кто есть в Москве, ходите, пожалуйста, к Диме Баирову на Манежную площадь. Каждый день в 6 часов вечера. Участвуйте в его открытом микрофоне. Говорите. Некоторые трупы такие неугомонные. Но да ладно. Друзья, и еще. В закрепленном комментарии к этому ролику вы найдете ссылку. Пройдите, пожалуйста, по этой ссылке. Там собралось очень много филей ласкателей мэра Сергея Собянина. И действующей власти. Я там вступил в перепалку, но их больше. Поддержите меня все. Хотя бы словом. Да, и в общем, желаю вам всем доброго дня. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Победа будет за нами. Я это вижу. Спасибо.